Ехали, я ехал третий в колонии, и первую машину в колонии подорвали резко. Мы все выскочили из машин, легли вдоль дороги, потом взорвали вторую машину, и мы побежали все обратно. И вот там по группам все разбились, те, кто кого знали, все вместе пошли. Я пошел, старшина мой и два еще с нашего полка, контактника. Мы побежали с тоже населенного пункта, там взяли у дедушки машину, в нее сели и поехали, и через 5 нас обстреляли, мы выскочили, убежали в лес. Здесь в лесу были до темноты, сидели, потом увидели красное здание, зашли в это красное здание, это оказалась свиноферма. там посидели, мы переночевали ночью, по лесу пошли, по полям шли, в итоге вышли в этом село Камыши. В село Камыши мы не заходили, шли по огородам, сзади домов, и шли, и как увидели первого мужчину, подняли руки, он тоже лохнул рукой, и мы подошли к нему, он сказал, вы что, мы скажем, что мы сдаемся, и он сказал, сдавайте оружие, мы отдали местным мужикам оружие, бронежилеты, шлима. Загрузили, и сказали, что мы едем к границе на 3 дня. Какой границе? Границе к Украине. Вот. Но нам многое не договорили, мы поехали, получается, до границы, и переехали через границу. Какое это было число? Это было с ночи, с 23 на 24. Чего? В феврале. Какого года? 2022 года. Вот, мы поехали, нам ничего не сказали куда, мы потом и знали, что мы поехали, нам сказали чисто к границе, и поедем на 3 дня. Мы приехали сюда, и здесь нас встретили не очень дружелюбно, перезначально. Чем это выражалось? Это выражалось тем, что наши танки, гусеничная техника вся ехала, было все нормально, а потом, получается, наши начали бомбить. Кого? Население, население, как говорят, воинские части должны были бомбить, но мирное население оказалось. Потом, получается, мы ехали в колонию, и у нас заглохло БМП. Мы начали звать помощь из наших сослуживцев, но нам никто не помог. Они все уехали, возле нас взорвался баллон кислородный. И они уехали, испугались, наверное. БРМ-ка у нас заглохла. Мы взяли и ушли в лес. Четыре... Был я, командир, и еще пять человек было у нас. Можно сказать, экипаж БРМ. Мы ушли в лес, и где-то три-четыре дня скрывались в лесу, пока нас не нашли местные. Вывод в том, что ни в коем случае не едьте сюда. Ни за какие деньги, ни за что вообще. Жизнь важнее, чем вот это все. Скажи, что здесь происходит на самом деле? На самом деле здесь хаос. Здесь происходит... Непередаваемо, как объяснить вам? Бойда здесь происходит. Скажи, мы нуждаемся в освободителях? Никто ни в чем не нуждается. Ни в освободителях, ни в завоевателях. Нужно жить мирно. Вот. Все мои слова, которые я могу выделить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok